Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Обращала внимание, сейчас в соцсетях просто кишмак кишит. Вот человек видит хорошую шутку, хороший анекдот и пытается поставить ролик на этот анекдот. И тут же десяток исполнителей, которые ее повторят. Человек там продает какой-то товар, рекламу. Реклама удалась, значит, еще минимум десяток других тел идут прямо сразу. В чистом виде идет копирование информации. Так даже смотри, рецепты блюд, вот ты зацепи одно и через какое-то время, вот оно начало вируситься, через какое-то время толпа сразу такое же ставит и такие же ролики, вплоть до слов повторения. Вот когда мы говорим, что в психике человека есть только один механизм передачи информации, это копирование. На самом деле мы не обманываем. Дети копируют своих родителей. Вот они приходят в эту жизнь, копируют своих родителей. Но дети же потом вырастают, они становятся взрослыми. У них появляется другой шанс. Это про развитие сознания, когда человек увлечен своим делом и у него случаются озарения. Он что-то новое вносит, что он взял из себя. Да, да, то есть у него есть возможность себя проявить, себя, быть собой, да, появляется возможность. Это ребенок, он не может, ему надо путем копирования, ему надо набрать для этого... Адаптироваться к этому миру, да, ему надо обязательно. А у взрослого появляется именно возможность стать собой и проявиться на своем месте, со своим интересом. Вот это вот раскрытие. А вместо этого мы видим, как продолжается копирование. И вот смотри, эти люди считают себя здоровыми на голову. То есть, когда ребенок становится больным, например, получает аутизм, он же, как правило, до полутора лет нормальный. Да, да. Потом у него случается аутизм. И родители тут же, это нам Бог послал. Это не я поломал этого ребенка. Это не с меня он скопировал больную информацию и конфликты программ. Это не я отдал его врачам в руки, которые наделали прививок. Это не я его водил на томатис. Это не я делал ему микрополяризацию, микротоки. Это не я. Это кто-то. Это Бог послал, да? Но типа ребенок скопировал не меня, не мой аутизм, не мое умственное отставание. И при этом взрослые люди в то время, когда надо проявиться вместо озарений, вместо осознаний. Возьми науку. Я просто охреневаю. То есть два листика Эйнштейна были только у Эйнштейна. И вообще были ли на сегодняшний день? Превратились они, да? Слушаю Черниговскую. Как раз сегодня не успела переключиться YouTube. И пошел ролик в Черниговской. И про мозг 50 научных статей в день, которые она уже не успевает все прочесть и переварить. Минимум 50 статей в день, которые выпускаются только научными журналами, а сколько еще не научными. Объемы, дурные информации. Это все. Целая статья – это ваше открытие и изобретение? Это ваше озарение? Нет. Максимум озарения, даже суть статьи – это две строчки. Да. И если бы из двух строчек состояла каждая статья и к ней добавить 50 статей, то это было бы 100 строчек. 100 строчек в день может прочесть любой человек. И осознать, и выбрать, и опереться на это. А так валится куча мусора. То есть научные труды сегодня, диссертации, дипломные работы и так далее, которые идут по 100, 200, 300, 400 страниц – это переписывание, переливание из пустого в порожнее, копирование. Вот это копирование, которое важно на этапе развития ребенка. Но на этапе развития взрослого сознания это же дебилизм. Это же трындец. Порча бумаги. Так в том, кто-то, знаешь, первый проявился вот таким образом, расписал, допустим… Обхитрил всех. Обхитрил, да. У него вот такая шутка такая случилась, да, обхитрил. А другой увидел… Я так. Я так хочу. А эта шутка, да, он обхитрил, и эта шутка была подхвачена, подхвачена, да. И все начали говорить, скопировано. Нет, ну, начали говорить, и кто-то так, так и я так хочу. Хлоп, начинает так же, так же, другой… Вот они 50 статей, которых просто переставлены слова… Кручу, верчу, запутать хочу. Которых только переставлены слова, и по сути своей… Сути там давно уже нет. Там просто вот муть, которая, ну, скопирована многократно и положена на бумагу, и вот… Но эта муть создала… Ловушечка такая, да? Свой такой кластер научный, куда вход воспещён другим людям. Это тебе не на гольф-поле от отеля пойти в гольф поиграть. Сюда ты не придёшь поиграть, вот просто так, с улицы. Туда ещё надо быть допущенным. К мудрецам. Это ещё к мудрецам, это ещё круче масонского общества. И ты знаешь, вот когда на это всё смотришь, ты видишь безумие. Человек просто, как робот, автомат, тупо ксерокс. Вот просто ксерокс, он просто копирует. Да, да, да. И смотри, ведь человек, когда копирует, он уже не задаётся вопросом, что копирует. Если бы это не было так смешно в подсознании, мы бы сейчас с тобой не обсуждали. Но когда смотришь вот эту тему в подсознании, наше ж подсознание, оно ж не может не постебаться. Так, привет! Поезд подошёл к перрону и загрузил оттуда всю информацию в копировании. Всю. И автомат, человек-автомат, он думает, я поезд, ой, этот паровоз, сейчас скопирую паровоз, да, и повезу. А другие там вагончики, они же прицеплены к этому паровозику, да? Ты копируешь всё. Поезд весь пошёл, как ниточка. Ты копируешь всё. И если в этом вагоне едут болезни, то ты копируешь и болезни. Если с этой ложью ты копируешь альцгеймер, то ты возьмёшь альцгеймер. Вот оно распространение больного. Вот тебе распространение паркинсонов, альцгеймеров и так далее. Вдомоучит их ругаться. Так, а возьми... В подсознании оно ржёт просто, оно говорит, ну, если ты дебил, так я тебе и болезни такие. Ну, если ты кроме копирования ничего не можешь... Если ты машина. Так на тебе ещё паровозиков в придачу. Этих вагончиков, вернее. Да, да. В придачу. Представляешь, на самом деле, вот так же и мамки с аутизма у детей, да? Вот она где-то начиталась, она слушала, у неё свои страхи, там она беременная пока ходит, она там или родила, и она насмотрела, её внимание направлено в страхи, да, что, а чтоб только её ребёнок там не был. И, значит, рожает потом ребёнка, и эти страхи у неё уже продолжают жить, и она вдруг, вдруг в какой-то момент в своём ребёнке цепляет внимание, где-то он затормозил, там, или что-то не то. И вместо того, чтобы этому придать, не придать значения, а именно, мой ребёнок здоровый, да, а увидеть вокруг всё остальное, что он здоровый, счастливый, она сюда внимание, и именно это начинает раскрывать. А всё, что было здоровое в ребёнке, это закрывается, потому что мама уходит в больной. Копирование. Это же тоже копирование. Копирование больного варианта. И накладывает на своего ребёнка, и накладывает. А с этим копированием и другие вагончики подцеплены и тянутся. Да, там вагонка всё тянется. Всё, и мамка видит, оп, тут уже перестал, да, да. Тут он играл в игрушки, тут он уже не играет, а складывает их в рядок. Вот они эти вагончики, так, тык-тык-тык, ну, копируешь, копируй. И поехало это всё. Это невероятно, но это факт, который... Ну, это вот всё... Да, это всё основано, смотри, на том, что человек не хочет сам развиваться, а лучше взять оттуда там, взять, забрать что-то, идею подхватить чужую. На жадности. На жадности, да, совершенно верно. На жадности, на зависти. Но сам я... Да, и зависть. Но сам я не буду, потому что если сам, то это ответственность надо брать. Это же надо трудиться. Представляешь, и вместо того... И смотри, какая ловушка. Да, про ответственность, это про свою игру, а здесь же чужую можно взять. Да, да. И смотри, какая ловушка появляется. То есть это же надо трудиться, да? Поэтому лучше возьму там. И по итогу что? Он по итогу, наоборот, трудится бешено и тянет чужие вагоны. Чужие. С чужим углём. Вместо того, чтобы... С чужим... Хорошо, если углём. Это вместо того, чтобы свои, создать свой паровоз, да? Свой красивый. И кайфовать, наполненный этими ромашками. Вот смотри. Я когда на эту тему думаю, вот помнишь, самое-самое начало инфодайнинга. Самое начало. И вот там же тоже вот мы сперва все вместе тренировались, а потом получился распад, 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 распад. Да, 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 да. И вот смотри, вот момент распада. Если бы тогда мы тупо начали конкурировать, зависли в каких-то соревнованиях и в копировании того, что уже есть, в пересказах того, что уже есть, выхватывали бы друг у друга, этого бы не было. Не было бы книг, не было бы результатов работы, не было бы тысяч людей, которые сейчас пишут нам и благодарят, не было бы ничего, не было бы. Мы бы варились в собственном соку, проявляя из конкуренции злость, агрессию, обиды, вину. Это торможение, торможение мы только утяжелялись. Это про болезнь. Вот она, это о жадности тоже, да, утяжеляешь, то есть ты тянешь, да. Как черная дыра, уплотняешь, 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 чужое. Чужое, вот они, чужие вагончики. Вот оно, ядро болезни. Формируешь, потом болеешь. Вот так же, да, и вот так же человек, когда он подхватывает что-то, не свое раскрывает, а подхватывает чужое, ой, я так смогу. Он думает, что он только это взял, а он так берет это, копирует, да, а там не видит эту ниточку, которая тянется, как крышочек бородавочки так, да, и за этим берет все остальные, и проблемы этого человека, и болезни этого человека, и просто вот копируешь, копируешь весь паровозик, да, весь поезд. Если ты начинаешь на лжи, ты поедешь со всеми принципными вагонами. Да, да. Есть только один вариант, когда ты едешь абсолютно искренен, когда тебе абсолютно интересно то, что ты делаешь, тогда ты осознанно говоришь, я беру вот это, потому что мне это интересно, и я развиваю это в своем проявлении, я проявляю через это, и ты тогда делаешь следующий шаг, и тогда принципные вагоны не едут, но ты тогда не копируешь, а развиваешь. Да, да. Понимаешь, вот эти вещи, когда ты, ты либо ты двигаешься, либо ты зависаешь в игре, сознание легко зависает, но тогда там, где зависание, там тухлое болото, водица тухнет, мы это видим, в застойные явления. Там однозначно движение в болезнь и в деградацию, и в уход. А для того, чтобы было движение, надо, чтобы водица всегда очищалась, была новая, новая, новая. А для этого взял, родник, исследовал, изучил, поперся уже на работа, сделай следующий шаг, сделай следующий. И тогда тупые копировали. С благодарностью этому человеку, у которого ты, да, ты вот послушал человека, и понимаешь, блин, человек тебя вдохнул прямо, вдохнул жизнь у тебя. И у тебя благодарность, и ты благодаря этому человеку, ты на этом озарении, ты свое развиваешь. Вот это здоровье. Цель движения, а не зависания. Понимаешь, если бы люди понимали и могли отличить вот этот момент движения от зависания, и понимали, что именно в зависании рождается старость и смерть, болезнь, то они бы просто умом поотслеживали, вот сейчас я завис. Значит, мне надо остановиться, увидеть другие возможности и сделать шаг в развитии. Если я его делаю, я снова иду, снова вода журчит, течет и очищается. Если я завис и болтаюсь, как в барабане, как в центрифуге, все, я буду болеть и страдать. А смотри, а ведь практически центрифуга предлагается человеку самого юного возраста. Я просто вспоминаю тот момент, когда вот случилась Чернобыльская катастрофа, и тогда у нас обследовали у всех щитовидку. И я помню, как, ну, конечно, полкласса вылетело сразу на щитовидную железу. И я помню, как врачи просто мне-то тоже никогда не восстановятся. И так бух-бух, и ты пошел в эту центрифугу. Тебе просто предложили эту игру. А ты, как ребенок, не мог противостоять этому. А для родителей это было, да, это уже приговор. Ты уже понесся. И точно так же каждый диагноз, который ставят врачи, они ведь ставят безвозвратно. То есть уже, если ты получил там плохое зрение, значит, на всю жизнь. Там эндокринная система, значит, на всю жизнь. То есть все диагнозы практически без выхода. С выходом ОРЗ, ОРВИ, там, где на ресурсах самовосстановления тела. Все. А все, даже ковид сейчас с последствиями необратимыми. Это в теле, где клетки восстанавливаются каждые там 30 дней полностью. Обновление. Вот где разум, да? Да. Понимаешь? И человек вот так бух в башку. А ведь все лишь внимание человека, видишь, куда направлено. Если в страх и в неверие в себя, да, то все, человек... А какая вера в себя, если Бог на альфа-цепан? Да, да, да. И видишь, и все... Они считают себя сумасшедшими, слушай. И все вот это копирование, то есть разнос вирусных программ. Да. Я, кстати, сегодня тоже залезла в ТикТок, и ты знаешь, вот сейчас вспомнила, просто сейчас вспомнила, подумала о том, что надо на эту тему вот прям повисеть, прочувствовать осознание. Сейчас очень много появилось психологов. Невероятное количество. И каждый гонит свои программы. И я, ты знаешь, и вот на самом деле я сейчас обожаю ТикТок. Вот просто обожаю, потому что это мусорная яма. Но, блин, когда ты осознаешь благодарность этой мусорной яме, что ты понимаешь, что благодаря вот тому, что ты это все видишь сразу, и ты не падаешь во все бессознательно, да, то есть с головой уходишь, а ты видишь это вот прям вот, знаешь, как на поверхности, на поверхности, как за стеклом. Так вот, психологи, которые сейчас развелось, их огромное количество, каждый несет свою программу. При этом слушаешь каждого, ты понимаешь, что здесь вот подхвачено, вот зернышко там, слово два, там раз ты ловишь, подхвачено у кого-то, а все остальное уже создано на своих проблемах. И прикинь, и вот человек, слушая, вот даже взять, допустим, ребенка, там, подростка, или там мужчину или женщину, которая находится в отношениях сейчас каких-то таких конфликтных, да, ведь каждый из них, что женщина, что мужчина, что ребенок, найдут обязательно свое, так мало того, вот, смотри, я что и словила, он находит свое проблему, вот, о, человек рассказывает точно про меня, прям, вот оно, по теме, да, знаешь, так хватает вот этот паровозик, а потом, вот этот паровозик, он цепляет, интеллект искусственный, он же тут же подгоняет, вот к этому прямо, а, тебе нравится, где хвалят мужчин? Тут так ниточка такая, хлоп, ты листаешь, тикток, и везде все, то мужчина, то женщина, хвалят мужчин, и ты понимаешь, смотри, что происходит, смотри, что происходит, и человек начинает убеждаться внутри, я прав, или там ребенок, да, точно, у меня проблемы, вот виноваты там родители, или женщина, да, вот оно, понимаешь, и растет вот это подтверждение своих, своих слов, смотри, как вот это все работает, и я понимаю, что это такая ловушка, просто ловушка для человека, который привык копировать, для человека робота-автомата, который не включал свой разум никогда, никогда не включал свои чувства, а слепо доверяет чему-то внешнему, как любому авторитету, как же его легко за ноздри подхватить, и сейчас же, да, вот смотри, авторитет вынесен в соцсети, на самом деле, люди очень доверяют соцсетям, там прям бог, а в соцсетях, это вот последнее, я понимаешь, я вчера ржала, я даже комментарий оставила, я вижу ролик Сати, где он говорит, что он сидит в ресторане, у него на глазах разворачивается сцена, и дальше он пересказывает отрывок из российского сериала, зачем, во-первых, лгать людям, что ты сидишь в ресторане, перед тобой разворачивается сцена, да, а во-вторых, этот сериал достаточно популярен, и он в ТикТоке, как раз этот отрывок, бомбило, наверное, полгода, когда ты смахивал его постоянно, то есть он примелькался уже, смотри, на что рассчитана публика, на тупых получается, на тех, кто вообще недалекий, смотри, Сатья ставку делает на какую публику, смотри, а ведь это говорит о том, что он просто, это нищеброды, у него вот, а я Сатья, это же смотри, именно поэтому он женщину сумкой по голове дал, понимаешь? Нет, ты знаешь, даже бабуля Марфуша на лавочке не пересказывает российские сериалы. Она умнее, смотри, представляешь. Я последний раз пересказ российских сериалов слышала, когда шла рабыня из завора. Тогда бабки друг другу передавали, потому что это было, а что там сегодня не с изаврой? А ты представляешь, человек, который называет себя психологом, я вообще, я вчера так ржала. Ну пусть бы уже сказал, да, что сериале там увидел, вот и давайте поговорим. Врать за счет. А он, да, а он прямо в ресторане, у него это. Да, да, так я же говорю. Ну это, это вообще, это, понимаешь, опять-таки, вот это тупое копирование. Да. Своего. Зачем изобретать свой велосипед? Зачем заглядывать в себя и разбираться с собой? А ведь если бы люди больше заглядывали в себя, то было бы больше открытий, больше изобретений. Было бы меньше болезней. Так их, они бы просто уменьшались бы, на самом деле, Болезни бы уменьшались, как сейчас они нарастают. Да, так они бы сворачивались. Но опять-таки, для сворачивания надо благодарность, для разворота к себе надо благодарность. Кому? Кому? Самому себе. А видишь, разворот самому себе. Вот сегодня, в первой половине дня, пока ты еще не приехала, я просто сидела и читала те письма, которые писали. В какой-то момент меня высадили на коне, а сегодня взяла шашку на голову. Пошла рубить. И перед этим подкаст вышла. От каплю ночица. От каплю ночица. Потому что, понимаешь, вот одному человеку писала одно и то же. То есть, сразу троим человеком писала одно и то же. Не копировала, а разными словами пыталась объяснить, вот чувствуя человека, но суть была одна и та же. И я объясняю человеку, насколько важно зеркало, насколько важно увидеть, научиться видеть себя в отражении. А человек просто тупо берет со мной ругаться, начинает ругаться и спорить. Я раз объяснила, потом зашла с другой, раз объяснила, потом снова объяснила. Потом смотрю, думаю, ёптель, что-то не то. Ну, не могу я так много объяснять. Я вообще холерик внутри. Понимаешь? Отложила. Думаю, ладно, пускай во времени повисит, может, дойдет. Хлоп, вторая пишет. Точно так же раз объяснила. Второй раз. Опять отложила во времени. Думаю, Наташа, тут что-то с зеркалом не то. Тут третья пишет. Ну, и шашка на голову. Объяснила. И там со всех аккаунтов сейчас летят благодарности. Услышали, да? Но ведь на самом деле мы общаемся таким образом со своим зеркалом. Мы видим себя в отражении. И я потом села и думаю, блин, где я так туплю? Не, я понимаю, что сейчас интеллекта не хватает там вопросов времени и всего остального. Но реально мы же вот так, когда ты задумываешься, а где? И тогда даже все эти ролики мы пишем для себя, на самом деле, для того, чтобы разобраться и показать, как это работает кому себе. И тогда мы видим в зеркале отражение, которому дошло, да? Потому что до нас доходят многие вещи. Вот. И эти все, всю вот эту работу, по сути дела, когда ты ведешь для себя, тогда и появляется возможность углубиться, дальше исследовать время, исследовать расширение, исследовать переотражение. Вот этот поток озарений, который вчера вечером накрыл после курса. Мы всего лишь людям отдали, как перейти в состояние инфодайинга, в очень подробном варианте. И теперь, когда спрашивают, «А как мне попасть в это состояние?» Да, вон, иди, бери. Да, бери, переходи, да. Иди, тренируйся. То есть уже спрашивать не надо, как там кверху. А вот. Но при этом, вот когда это произошло, пожалуйста, мы для себя это все сделали. И теперь мы углубились, и вчера поток озарений. Угу. Это же был поток из себя. Из себя. И если каждый человек так двигался, то наше человечество развивалось бы значительно быстрее. Для этого нужна искренность. Да. Искренность самим собой. Самим собой. Ключевое самим собой. Для этого надо научиться видеть себя постоянно в отражении, слышать себя постоянно в зеркале. Во всем, да. Во всем. Во всем абсолютно. И по сути дела всегда быть сконцентрированным на своей игре, своей жизни. Угу. В своем интересе. То есть смотри, тогда мы должны быть сами интересны себе постоянно. То есть нет момента, когда ты и твоя жизнь тебе не интересны. Если у тебя возникает зависание, когда тебе становится что-то скучно или неинтересно, смени род деятельности, найди интерес в другом занятии. Займись делом называется. Да, займись делом. Сегодня ты копаешь, завтра ты убираешь, послезавтра ты пишешь, потом еще, еще, еще. И можно на день переделать кучу дел. И тогда день становится наполненным твоим интересом. Наполнен твоей жизнью. Твоей жизнью, да. Это твоя жизнь. Да, тобой, твоей жизнью, да. И ты, да, ты... Вот сегодня мне, как мне папа, я тебе рассказывала, как он это, я ему говорила про то, что папа, ты свое свое внимание направь в свой интерес. Ему 83 года вот будет. И он все, он, а как там то-то, как там это, а что, а что здесь? Я говорю, папа, найди интерес в своей жизни. Ой, я переживаю там за вас, за... Там то-то, как же ж. Говорит, мне хочется совет дать, мне кажется, что я лучше знаю. Я говорю, папа, отлично, ты лучше знаешь. Ну, говорю, займись своим. Найди интерес, и тебе сразу легко станет. Говорю, не смотри сюда. Ты можешь спросить, конечно, спросить, поинтересоваться, но не расстраиваться и знать, что все на своем месте, все справляются. Вот видишь, как человеку надо свое, надо, и тогда человек перестает страдать. Да. А так он страдает за чужое, переживает за чужое, вот родителей. На самом деле, когда теряется своя жизнь, тогда в принципе теряется жизнь. Вот тебе инкарнационный цикл, вот тебе потребность в смерти, вот тебе потребность перезагрузки. как сделать человека бессмертным? Нет смысла, иначе будет остановка развития всего человечества. Да, человек имеет свойство разрушить все, то есть, если не будет смерти, то он просто зарастет корост и превратится в камень, то есть, вся жизнь свернется вообще, не будет игры. Видишь, не умеет очищаться человек, не умеет. самоочищение, смотри, самоочищение, а ведь смотри, на физике все люди, да, и моются, и убирают домик, очищают. Последние 100 лет. Ну ладно, неважно. Суть, а психику никогда не чистят. А ведь здесь, именно здесь и находится вот эта самая родниковая твоя часть, то есть, ты тот бессмертный, бесконечный, и если это не чистить, вот почему нужна смерть. Посмотри, именно копирование, вот прикинь, у тебя компьютер, который постоянно что-то копирует, он долго у тебя прослужит. Вот, да, 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 перегруз, и все, он устанавливается, да. Да. Вот это тоже. И таким образом, для того, чтобы не перегрузиться, и тебе не нужна была смерть, тебе надо очищать файл, как и на компьютере. Вот смотри, возьми компьютер, да, он сам не может очистить, себя. Нужен хозяин, да, вот так же и ты тоже, со своим телом, да, если у тебя хозяин вынесен, то ты грузишься, и, конечно, нужна смерть, перезагрузка. А если ты осознаешь себя хозяину, то ты себя и честишь. То придешь и наведешь порядок, что у тебя там происходит в твоей голове. да, да. Они своими тараками Слушай, я сейчас понимаю, какие мы с тобой хакеры, на самом деле, психики. Не, ну то, что мы хакнули игрушку, это да. Это сам факт. Сам момент, когда мы, во-первых, взломали инкарнационный цикл, а второе, это тупо по правилам игре, ведь каждое расширение сознания, оно занимает тысячелетия в развитии души. Да. А тут Наташа и Ирина садятся, ну что, хлоп, 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 один смотрешек, и посмотрим, как ты выживешь. И человек, бум, и, о-о-о, а жизнь же такая прекрасная. А ты сидишь и ржешь, да? Ну да, это уж надо было додуматься, понимаешь? Ну это весело, но это же стало возможным, когда мы это все сделали себе. То есть точка сборки хлоп и уехала. То есть, грубо говоря, мы просто очистили ту возможность, когда точка сборки восприятия может заехать просто с противоположной стороны выехать и сказать, ну хорошо, смотрим с этой стороны, смотрим с этой, смотрим с этой. С какой хотим, с такой и смотрим. Ну это кусок был пройденный в абсолютном интересе. И опять-таки, когда вот есть люди, которые говорят, я там забегу наперед, и у меня получится лучше, чем у вас. Вы там меня скопируете или еще что-то. Вот я никогда на это не обращала внимания, никогда ни с кем не конкурировала. Мне вообще глубоко плевать, потому что я знаю, что у нас повторить невозможно. Потому что мы это вспоминаем. Да. И таких людей в жизни нет. У меня муж иногда ходит с тебя, цик говорит, ну что, ты гениальна. Я говорю, да, тебе повезло, ты с гением живешь. Ну я не скромна. Ну это на самом деле так. То, что сделали мы, это мы вспомнили. Мы вспомнили, и мы действительно гениальны. И повторить нас невозможно. Просто невозможно. Для этого надо, чтобы у человека был за спиной этот жизненный опыт и эти знания, чтобы он мог их вспоминать. Чтобы придя в определенные точки, вот там, где, вот сейчас опять-таки, когда мы висимы, опять вот эти озарения накрывают, как это работает, да. А ведь эти озарения, это и есть воспоминания. Озарение, это воспоминания из прошлой жизни. Это не что иное. Да. И если у тебя этих воспоминаний, как жизненного опыта нету, то у тебя озарение не придет по теме. Вот у нас же нету с тобой озарений по теме, как создать там другой двигатель на другом топливе, например, на воде. Нет, конечно. Нет. И интереса в эту сторону вообще нет. А есть же люди, у кого там есть интересы, там будут озарения. Потому что... Помнишь, как... Потому что каждый человек на своем месте. что наша книга была описана в одной, в коллективном, наверное, бессознательном. У нас там мужик был описан, который из жизни в жизнь он все технические изобретения сделал. Где-то, где-то... Просто помню, по-моему, в коллективном бессознательном мы приводили его пример. И что дальше он запланировал следующую жизнь и снова с изобретениями. Не помню его фамилию. Если вспомню, где-то здесь было. Когда мы психику структурировали. А, и он себе этот подготовил, да? Следующую инкарнацию подготовил. Угу. Так вот, понимаешь, это вот человек, который шел в... Ну, долго искать, да. Да, долго искать. В этой книжке было это дело описано. Здесь можно будет это найти. Он подготовил следующую. И это именно технические озарения. Угу. А у нас-то с тобой по технике с озарениями все очень плохо. При всем том, что инженерное образование, но по психике все очень круто. Но по психике, да. Потому что весь интерес в психике. Потому что все внимание в психике. Все внимание в людях. Все внимание в болезнях. Вот здоровому человеку, который считает себя не сумасшедшим, разве интересно наблюдать поведенческие реакции людей? Как человек будет проявляться в той или иной истории? Угу. Это даже неинтересно. Ну, так он проявился и так. И многие, большинство даже не заметят. А мы мало того, что заметим, как люди проявляются в таких историях, так еще и распишем, что ими двигало. Какие механизмы у них в подсознании сработали, чтобы он проявился именно так. Потому что это все равно будет автоматизмом. Потому что это наш интерес. Потому что это наш интерес. Потому что человек интересен как самая сложная машина, самая сложная ламба из всех возможных. Угу. Угу. И вот это. Но для этого надо, чтобы действительно была увлеченность своим делом такая сумасшедшая. 24 часа в сутки. Я сейчас иногда думаю, классно, если бы у моих детей такая же увлеченность была, чем у моих. и у твоих то же самое. И при этом мы же не можем сказать, что они не увлечены. И не увлечены. Ну да. Но не 24 часа в сутки. Не 24, и мало того, им повезло, мы у них... У них есть возможность, на самом деле. Да. Мало того, мы с тобой хорошо подготовили себе. путь. Ну, путь мы подготовили, мы его описали. Знаешь, то, что написано телом, где задействована моторика, оно однозначно пойдет в воспоминание. И даже в следующей жизни мы опять это вспомним. Да, так я говорю, что вот передавая... Проделав эту работу, мы ее сделали для себя. Да, на самом деле, это вот клубочек Бабы-Яги. Да. Знаешь, на чем я сейчас зависла? О том, что повторить нас невозможно. Да? И скопировав... О, как мы с тобой... Можно перебрать. Смотри. Скопировав... Вот подхватить... Знаешь, допустим, последние наши какие-то... Мы сказали, что вот у нас есть новое, да, мы проговорили, да, и человек подхватывает, говорит, да-да, я это тоже... Вот я... Вот смотрите, я здесь это, вот это взял, и я вам могу рассказать. Да? А смотри, что получается. То есть мы сказали, что вот сейчас взяли вот этот, но мы еще не разобрались в нем, да, и если человек копирует тут же хлоп, говорит, а смотри, что он тянет вместе с этим? Вот ты даже подумай. Мы свои осознания, осознание, озарение мы закрыли осознаниями, да? То есть по сути своей, то, что нам было интересно, то есть здоровым, ну, буду говорить здоровым, больным языком, да, то есть здоровое мы в себе закрыли, осталось больное, ну, то есть то, что, то, что не осознали, то есть мусор еще пока остался, который надо закрыть. А человек что делает? Копируя вот это поверхностное, он что будет? Он потом... А он не может, потому что это все, что осталось, потому что мы закрыли озарениями, осознаниями, закрыли... Это как обедки со стола. Вот, вот, да, как понимаешь, так раз, и вот это... Так это на воровстве обычно такое бывает, когда человек пытается, почему мы настаиваем, хотите, берите, мы же не прячем. зайди, возьми свежее в огород, мы же никого здесь не ограничиваем. Даже вот мне сегодня понравилось, новые ребята зарегистрировались на платформе, взяли наши программы и говорят, мы хотим преподавать, и написали, как они хотят, что они, как это видят. И типа не будут с нашей стороны ограничений. Я говорю, нет. Было удивление даже, а как это они, это все-таки, типа ваш бренд и так далее. У меня смех разбирает. Вот мы находимся в бескрайнем просторе психики. Да. Это бесконечный вариант. Бесконечный вариант. Да. И вы будете один ящичек делить? Вы сумасшедшие? Ой, блин. Доволите, находите, открывайте. Да. Просто, главное, чтобы вам это было интересно, чтобы вы кайфовали от этого. Главное, не копируйте, не копируйте, а идите, опирайтесь, идите дальше. Мы же всех выпихиваем, чтобы они двигались. Только не зависайте, только не зависайте. Любое смело, 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 смело. Да, да, да. Вали, на пролом. Вали. И кайфует жизни. Ты в раю, блин. Раз где-то услышал, опять вот, да, подхватил, хлоп, и пошел, знаешь, как искренне, с благодарностью, и пошел опять свое, опять свое. Опять смотри, белая земля, да, земля богов. Если мы идем по болоту, если ты встал на кочку, ты так пум, пум, идешь в трясину, а если ты прыг, 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 ты перепрыгал все болото. Ну, это вот я как клюкву собирала, я люблю клюкву собирать. Да. Прыг, прыг, прыг. Как только ты встал, ты так пум, 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 и пошел. Хочешь не провалиться, двигайся с кочки на кочку. И собирай свою ягодку. И собирай свою ягодку. Никаких проблем. Поэтому клюква такая и полезная. От всех болезней. Ну да. И постоянно в движении. И постоянно в кайфе. И постоянно в кайфе.